Январские музыкальные вечера – это не просто фестиваль классической музыки, это особые дни в жизни областного центра Брещины. Январский город над Бугом буквально наполняется мелодиями форума и живет именно протяжении всей музыкальной многодневки. Я участвую в этих мероприятиях уже на протяжении многих лет, и всегда это ожидание большого праздника, праздника классической музыки, большого искусства. Поэтому он проходит раз в году, и это в самом деле такой серьезный большой праздник души. Более 300 музыкантов из 16 стран мира – такова географическая составляющая 28-го фестиваля классической музыки. Среди участников и ближайшие соседи – Россия, Украина, Литва и Польша, и удаленные географически – Вьетнам и Китай. Но несмотря на расстояние в сотни или даже тысячи километров, у всех артистов есть как минимум одно объединяющее звено – большая любовь к произведениям композиторов классиков и уважение к своему зрителю. Из года в год количество поклонников фестиваля увеличивается, отмечают его организаторы, что является и признанием заслуг, и одновременно стимулом для дальнейшего развития. А потому очередной музыкальный форум – это всегда новые имена и страны, новые произведения или новое звучание уже давно известных и полюбившихся мелодий. «Особенность в том, что 28-й, особенность, что приезжают все-таки очень много новых, особенность, что приезжают и старые, которые очень любят наш фестиваль. И Амин Дуни, профессор, знаменитый флейтист во всем мире, объездил весь мир, будет опять играть. Это, наверное, пятый раз его выступление. И он ждет и не дождется. Любит город и считает, что это город высокой культуры». В программе фестиваля шедевры западноевропейской, русской и белорусской музыки. К примеру, в вечер открытия прозвучали произведения Шопена, Листа, Глинки, Чайковского, Пучини, Верди и Манюшки. Среди исполнителей и выдающиеся мастера с мировым именем, и молодые талантливые артисты. Однако, несмотря на регалии, и те, и другие на сцене отдают себя зрителю без остатка. Фестиваль «Январские музыкальные вечера» С исполнителями мировой величины и неподдельной зрительской любовью – хорошее доказательство того, что культурная жизнь в городе над Богом всегда была, есть и будет. Несмотря на определенные экономические сложности, в этом году в области расходы на социальную сферу были увеличены, что дает уверенность в том, что хорошие инициативы, подобные данные, будут иметь продолжение. Мы передали эстафету республиканской культурной столице, молодечно, в этом году, целый прошлый год был. Но этим фестивалем мы открываем в целом год культуры, который объявлен в Республике Беларусь, поэтому также это приятно. Ну а самое главное, что международный фестиваль «Январские вечера», он уже имеет огромные традиции, это уже сегодня 28-й фестиваль, то есть он начал даже раньше, чем образовалась наша республика суверенная на сегодняшний день. Но те хорошие традиции, которые были, они продолжаются, я уверен, и будут продолжены в дальнейшем.